Товарооборот между Россией и Италией сократился на 16%, но тем не менее итальянские предприниматели настроены на продолжение делового сотрудничества, заявил глава МИДа Италии Пауло Джентилони по итогам переговоров с Сергеем Лавровым. По словам дипломата, Европа и Россия должны сотрудничать и дальше, несмотря на имеющиеся разногласия, и в частности по украинскому вопросу. Позиция Италии всегда была последовательной все эти годы. Мы никогда не скрывали своих мнений и того, что между нашими позициями есть разногласия. В частности, по украинскому вопросу. Но мы не считаем, что такого рода разногласия должны приводить к заморозке отношений между Италией, Европой и Россией. В этом не заинтересована ни одна из сторон. Мы рассмотрели вопросы, связанные с положением на Украине, о том, как выполняются минские договоренности. С итальянской стороны я выразил надежду, что все вовлеченные в процесс страны будут выполнять соглашения с тем, чтобы преодолеть возникшие сложности между ЕС и Россией. Еще раз хочу подчеркнуть, что сложности, которые мы переживаем, не могут быть причиной остановки экономического сотрудничества. Мы об этом говорили с вице-премьером Дворковичем. Ситуация, безусловно, сложная. Мы видим, что на 16% уменьшился товарооборот между Россией и Италией. В частности, вчера я встречался с представителями итальянского бизнес-сообщества, которое работает здесь, в Москве, и в очередной раз убедился, что они намерены продолжать работу в России и участвовать в инвестициях.